Привет! Всем привет, ребята! Сейчас запустится эфир и начинаем. Сейчас запустится эфир и начинаем. Что-то у нас тишина в ютубе. О, все, запустился. Еще раз всем здравствуйте. Запустила я тут такой опрос. Какой бы эфир хотели? И мне в личку очень много людей написали отзывы, что говорят, все, много уже про это говорили, много про это разговаривали. Но все равно хотелось бы еще раз послушать про зажоры. И получается, так как я обещала, что чем больше будет каких-то ваших. Добрый вечер, Алексей. В ваших запросах тот эфир я сделаю. Вот. И еще, ребят, хотела бы сразу же сказать, что у нас сейчас тоже мне писали вопрос, вы обещали провести марафон, так мы его найти нигде не можем. Марафон идет 21 день, который после 21-го он переходит в 40-дневный. То есть это не плюс 40 дней, а дальше пойдут. Но пойдут не все, кто хочет дальше идти. Поэтому вы можете присоединиться как к 21-дневному. У нас там все эфиры в записи сохранены для ребят, которые участвуют в марафоне. Так и можете подключиться к 40-дневному марафону. Вот. Поэтому смотрите, как вам удобно. Можете подключаться, можете писать в личку. В телеграмме он у нас проходит. Поэтому как хотите. Добра и Света. Спасибо, ваш дедушка. Ну что, ребят, начнем про зажоры. Начнем про зажоры. Что такое... Вообще давайте начнем, что такое зажоры. Ой, столько сердечек, так приятно. Спасибо большое. Зажоры это же... Это не про то, что вы хотите есть. Это не про то, что... Что вот суп приготовила, и вот как мне выходить там на... На чистки, да? Как выходить на сухие дни? Борщ-то прокиснет. Кастрюлю целую наварила. Это не про это. Зажоры, это как раз про то, что... Их же можно рассматривать вообще с многих сторон. Их можно рассмотреть со стороны, что вы себя наказываете. За что вы себя наказываете? Почему вы так себя не любите? Почему вы наказываете свое тело? Кто просит есть? Ведь у всех один и тот же вопрос. Вот я вроде есть не хотела. Я себя уже поймала на кухне с куском чего-то во рту. После того, как поел или поел, начинаю себя ругать. Там после... Когда я начинаю есть, не могу остановиться. И у меня начинаются зажоры. Я не могу выходить на сухие дни просто потому, что я после сухих дней срываюсь и ем там несколько дней все подряд. Кто ест? Кто у вас ест? Вот вы себя называете такими осознанными, пробудившимися. Но как можно быть таким осознанным и чтобы постоянно быть в одном и том же мире? Чем вас привлекает тот мир, в котором вы сейчас живете? Если он вас привлекает, если вам в этом мире хорошо, зачем вы пытаетесь исцелить свое тело? Зачем вы пытаетесь узнать какую-то новую информацию? Зачем вы пытаетесь идти в какое-то познание самого себя, если вам это не нужно? Если вы хотите продолжать жить в этом мире? Если вас все здесь устраивает. Если вас устраивает, что вы постоянно видите, либо участвует кто-то, либо еще что-то в поедании пятничных, субботних шашлыков, мероприятий с каким-то алкоголем. Если вас это устраивает, то это же не плохо, а не хорошо. Это просто жизнь определенных людей. Это их жизнь, она им нравится, они в этом крутятся. И это для них замечательно. И вы можете тоже быть в этом кругу. И вам тоже может это хорошо заходить. Зачем это менять? Но если вы действительно хотите идти дальше, если вы действительно хотите менять то, что в вашей жизни преобладает еда, зажоры, то просто меняйте. Либо вы это делаете, либо нет. Это же то же самое, что человек может сказать, там, ой, я так хочу кубики на прессе. Делай. Что тебе мешает их сделать? Я не говорю о людях, которые подвергаются гормональной терапии. Я не говорю о людях, в которых есть определенный слой людей, которые их не могут сделать, но их всего 2%. Вы входите в эти 2% или вы входите в процент 80%, которым всегда что-то мешает. Что вам мешает? В чем вы себе лжете постоянно? Ведь зажор – это что такое? Это ложь перед самим собой. Вы же постоянно себя обманываете. Вот я хочу от этого избавиться. Избавляйтесь. Если я хочу одеть брюки и, например, не важно, брюки, штаны, спортивные какие-то, и я понимаю, что туда, куда я иду можно идти в брюках, то я беру и одеваю брюки. Я же не говорю, что я хотела так брюки одеть, но вот одела юбку. Юбку я одела, чтобы что? Это же нелепо. Это же через обман себя. Вы же понимаете, что когда вы уходите от зажоров, вы же понимаете, что когда вам становится абсолютно понятно, что ваше тело не хочет столько есть. Если вам становится абсолютно понятно, что для того, чтобы комфортно существовать, вам нужно вот столько количества еды, если вам, вы понимаете, чтобы идти к следующим познаниям, к следующему раскрытию чего-либо, вам нужно вот столько еды, вы никогда не съедите вот столько. Но если вы говорите, я хочу вот это узнать, а потом понимаете, что если я это узнаю, я уже никогда не буду такой, какая я сейчас, а готова ли я быть такой, другой? Готова ли я попрощаться с собой? Я себя там сколько, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят лет, шестьдесят, семьдесят лет, я себя взращивала, я себя растила или растил, я каким-то своим временем жертвовала в каких-то случаях, чтобы получить такие-то определенные знания, какие-то навыки, такой-то опыт. И после того, как я перестану зажирать, я же стану другим человеком. А кому это надо? Вам это надо? Вам нужно переходить на новый уровень самого себя? вам нужны эти новые познания? Вам нужно менять свою жизнь кардинально? – ведь как только вы начинаете регулировать все, что попадает в ваш мир, а рот – это тоже ваш мир, ваше тело – это ваш мир, это ваш храм. Если вы это начинаете регулировать, не контролировать, нет, ни в коем случае, а регулировать, то что происходит с вами? Вы же уже никогда не будете прежним. А что такое никогда не быть прежним? Это значит, что, возможно, те друзья, которых вы любили, с которыми вам было интересно, вам с ними уже будет неинтересно. Они вас не поймут в каком-то смысле. Они будут… И они ни в чем не виноваты. Они будут вас искать того прежнего человека, которого они любили, с которым они проводили время, с которым они делились самым сокровенным. Вы занимали огромную часть их жизни. А теперь того человека больше не существует. Вы изменились. Вы стали другим. Вы не вписываетесь в их мир. Вы готовы на это пойти? Вы готовы сменить полностью все? Все. Вы готовы поменять свой образ жизни? Вы готовы поменять свое близкое окружение? Ведь не все пойдут за вами. Вы, может быть, вообще на какой-то период времени останетесь один. Потому что у вас будет другая информация. У вас будут другие знания. Вы начнете по-другому относиться к своему телу. И, возможно, в вашей жизни даже не совсем останется время для каких-то друзей. Если раньше вы могли встречаться, например, раз в неделю с какими-то друзьями, то после того, как у вас жизнь меняется, у вас, возможно, даже раз в неделю не будет времени с ними встретиться. Только если вы ведете вместе какой-то проект, если у вас с ними какие-то соприкосновения для чего-то, для обоюдного какого-то момента, а не для того, чтобы поболтать. У вас уже больше не будет времени на поболтать. Вам это будет неинтересно. Вы поймете, что поболтать – это просто сжирает всю вашу жизнь, сжирает ваше время. А зачем вам разменивать себя на что-то иное? Вы начнете больше внимания уделять себе. Вы начнете видеть другие процессы, которые происходят в этом мире. Вы готовы к этому? Вот как только вы будете к этому готовы, у вас не возникнет вопроса зажоров. У вас не возникнет вопросов, а что же мне делать? Как же мне снова зайти на сухие, чтобы потом у меня не было зажора? Что такое зажор? От кого вы прячетесь? От какого информационного пласта вы пытаетесь закрыться? Кого вы пытаетесь обвинить в своем теле? Почему вы себя не принимаете? Ведь то, что вы говорите зажор, когда вы говорите «я не хочу», но со мной что-то происходит. Что с тобой происходит? Кого ты поселил в своем теле, что он руководит тобой? Кто над тобой главенствует? Почему ты закрываешься от самого себя? Почему ты уходишь от себя? Почему ты не готов принять себя просто таким, какой ты есть? Не навешивая на себя ярлыков. Ярлыков еды либо не еды. Ярлыков, я не знаю там, танцора, учителя. Ты прекрасной, любящей жены, великолепного мужа и отца. Ты есть кто? Суть тебя. Суть тебя – это же не про еду. Суть тебя – это не про питье. Суть тебя – это не про слова, которые ты говоришь. Суть тебя – это даже не про действия, которые ты делаешь. Суть тебя всегда остается в тебе. Ты есть эта суть. Ты ее разглядел, ты ее увидел, прежде чем просить от другого, что он меня не понимает, он меня не слышит. Я вот хотела и хотела это сделать, а он нет. Ты себя поймал. Ты понял, кто ты есть. Как только ты понимаешь, кто ты есть, в первую очередь для самого себя, то у тебя не возникает желания себе навредить. Зачем тебе вредить самому близкому, самому родному человеку? Не бывает у человека естественного желания разрушить себя. Человек – это огромная, огромная мощь, которую мы даже не предполагаем. Мы где-то читали это в сказках, мы где-то смотрели фильмы, но нам все время кажется, что это какой-то мифический герой, персонаж. Но это точно не я. Как только ты понимаешь, что ты – это и есть эта мощь, что ты – это и есть маленький механизм этого огромного часового механизма, который без тебя он просто не будет работать. Твой мир без тебя работать не будет. Мой мир без тебя будет. Твой мир без меня будет. А твой мир без тебя не будет существовать. Ни при каких условиях. Почему ты идешь на разрушение своего мира, который без тебя существовать не будет? Почему ты так недоволен собой? Что ты не принимаешь в себе? Прячься за какими-то обидами. Прячься за чем-то, что вот меня в детстве вот так вот со мной поступили. А вот они вот такие вот, не они, не ты. У тебя сейчас нет детства. Ты сейчас в моменте здесь и сейчас. Ты взрослый уже человек состоявшийся. Почему ты уходишь туда и говоришь, вот там мне мне не додали. Там мне не досказали. Тут меня не допоняли. Этого всего уже не существует. Есть только ты. Ты здесь и ты в сейчас. Здесь и в сейчас. Ты хочешь дальше разрушать то, что у тебя есть. Ты хочешь дальше разрушать свой мир. Вот если ты хочешь познавать свой мир, то чтобы познать свой мир, ты должен исцелить свое тело. Иначе твое тело всегда будет тебя оттягивать на то, чего уже не существует. На боль, которая была момент назад. Ты будешь всегда в этой боли. Ты будешь всегда в будущем, которого не существует. Думая, сколько ты потерял времени. А у тебя оно еще даже наступить не успело. Насколько ты готов идти к познанию? Ты сам. Мы же очень часто любим спрашивать. О, а расскажите нам вот про это. А вот про это. А как мне сделать вот здесь? А тут что бы вы сделали? А здесь куда наступить нужно? А там подскажите. Мы все время прощаемся в чьей-то жизни. Пытаясь натянуть чужое пальтишко на себя. И все время поражаемся. Ну тут рукава короткие, это в плечах мало. Ну что-то вообще все не то, все не та. А где твое? Как часто ты поворачиваешься к себе и начинаешь думать о себе, взяв ответственность за себя, тотальную ответственность за себя. Да, возможно, с чьей-то помощью. Почему нет? Это здорово. Здорово, когда кто-то может тебе что-то подсказать. Но подсказать, а не сделать за тебя, не принять за тебя решение. Подсказать, что вот можно вот так, а можно вот так. А ты принимаешь решение. Всегда только ты принимаешь решение. Даже от своей головы. Даже когда у тебя есть выбор тех же самых зажоров, это всегда только выбор твой. И почему делается такой акцент на этих зажорах? Потому что ты понимаешь, что это твой выбор. Ты этот выбор сделал. Ты это сделал. Еда в рот тебе не прыгнула. Она как лежала, так и лежала. Это ты пошел это сделал. И тебе становится перед самим собой неуютно. Ты начинаешь думать, ну где я что-то не проработал? Но подскажите, где эта кнопка на нашем теле? Куда нужно нажать? Где эти точки? Которые делают так, что мы перестаем есть. Мы начинаем ходить по гипнозам. Мы начинаем ходить по коучам. Начинаем ходить по каким-то там, я не знаю там, по любому. Вот нам сказали-то, вот этот порошок выпьешь, будет вот так вот. Вот есть чаты. И я каждый день читаю в чатах, вот в школе автономии. Либо еще в каких-то чатах. И, например, кто-то написал, ребята, вот тот-то, тот-то, например, там делает вот тот-то, тот-то там за час. Или за раз. Или еще за что-то. К нему будет миллион вопросов. Дайте контакт. Как с ним связаться? Где это купить? Дайте ссылочку. Ведь это просто взял ссылочку, купил, сделал все. И оп, ты молодец. А Лаврова тут предлагает работать с собой годами. Она, видите ли, к этим состояниям шла 9 лет. Ну и пусть идет. А у нас здесь таблетку предлагают. Не бывает такого, ребята. Пока вы не поймете, что все только в ваших руках. Ваш мир, ваша жизнь. Только в ваших руках. Вы можете посмотреть, для чего вы это делаете. Но вам хватит на это час. Час, чтобы разобраться, для чего вы это делаете. Ведь когда я разговариваю с кем-то на личных консультациях, на ретритах, я же четко понимаю и вижу, что вы сами это знаете, почему вы это делаете. Но себе признаться, это же сложно для вас в каких-то моментах. Себе признаться, что я это делаю потому что, потому что. Ведь как только вы себе признаетесь, что получится. Эта проблема уже не будет. А как мы будем жить без проблем это? Нас же не учили жить без проблем. Нам все время говорили, что нужно добиваться этого упорным трудом, кровью, потом, еще чем-то. А мы тут раз и все осознали. И пошли дальше. А как так пошли дальше? Значит, что-то не доделали. Ведь нам нужно ведь на следующий этап чего-то. Нам же нужно, чтобы все мы упахались, легли, язык на плечо и думали, зато я это сделал. А если это не так работает? Если это работает просто и легко. Просто через любовь к себе. Просто через принятие. Через тотальное принятие самого себя. Просто потому, что вы есть. И такого, как вы, никогда и нигде вы больше не найдете. Ну, мы не говорим про параллельные миры. Очень любим все, чтобы только убрать от себя ответственность. Волшебные таблетки. Волшебные практики. Места силы. Ритуалы. Все, что угодно. Но только, чтобы они из-за нас это делали. Мы же не видим в них помощников. Мы видим в них почему-то исполнителей. Мы потом думаем, ну как-то. Вот у него получилось, вот он рассказывал, а у меня не получается. А ведь весь вопрос только состоит в вас. И прежде чем в вас появился вопрос чего-либо, вопрос этот был спровоцирован вашим ответом. У нас всегда то, что мы хотим, то, к чему мы готовы, для нас мир это подготавливает. И как только мир для нас это подготовил, у нас появляется к этому вопрос. Чтобы мы, ответив на вопрос, получили тот же ответ. Ответ уже есть. Это знаете, как бабушка с пирожками. Это когда ты приезжаешь к бабушке, она тебе там стелит белоснежное постельное белье на мягкую какую-нибудь перину. Все тебе готовит. А потом ты приезжаешь и говоришь, я так устал, я так хочу спать. Она говорит, все уже готово. Ты, главное, внучек, внученька там иди отдыхай. И пирожки готовы, и молочко свеженькое, и банька растопленная. Все для тебя. И в этом мире все так работает. Но для тебя, не для кого-то, не для показухи, чтоб ты показал, что посмотри, каким я стал или какой я стал. Не для того, чтобы похвастаться, у меня сейчас вот это. Не для излишества, мне это не надо, но на всякий случай. А только для тебя, что для тебя важно. И когда ты поймешь, что для тебя это важно, то это так и будет. Если для тебя не важно быть в другом мире, если для тебя важно существование в том мире, в котором ты существуешь, если для тебя важно семейные посиделки, они прекрасны, они великолепны. Но ты должен четко понимать, что для тебя важно. Если это для тебя важно, не обманывай себя, не уходи туда, куда тебе не нужно. Не надо идти с теми людьми, которые там что-то сказали, что вот у них открылась там, я не знаю, третий, четвертый, двадцать четвертый глаз под левой лопаткой. Не надо. Иди своим путем. Если тебе нравится это, если тебе нравится еда, если тебе нравится это чувство, что у тебя наполненный желудок, если тебе нравятся посиделки с друзьями, с родственниками, с близкими, то оставайся в этом состоянии, не надо за кем-то идти. Но если ты понимаешь, что это уже не твое, то для чего ты это делаешь? Что ты хочешь себе показать? Что ты хочешь доказать себе этим? Что я могу преодолеть еще что-то, а это все делается без преодоления? Показать, что у меня есть сила воли? Тут просто можно дисциплиной обойтись. Что ты хочешь? Почему ты себя пытаешься убить через это? Почему ты вводишь в свою жизнь ограничения? Чем ты хочешь себя ограничить? Для чего? Куда ты боишься идти? Какой от своей силы ты боишься? Что ты не хочешь себе вскрывать? Разберись в этих вопросах, и у тебя все отвалится. Добрый вечер. Не так просты условия игры жизни, если вы недостаточно осознаны, то будете находиться в поле подсознательных программ, которые вы получили при рождении от ваших предков. Я бы назвала это паттернное поведение, и если у тебя приходит осознание, если ты понимаешь, для чего тебе это, если ты понимаешь, что было, что такое получили от предков. Это же элементарное паттернное поведение. То есть так делали там бабушки, ну грубо говоря, там мама. Бабушка это делала, потому что вот это, то есть там была ситуация такая, довоенная, военная, послевоенное время. Вот такая ситуация, и она поэтому так делала. Мама научилась так делать, и она так делала, и у нее такие результаты были. И дочь или сын это так делает. Просто потому что это модель поведения. И как только ты понимаешь, для чего это все, если ты раскручиваешь свое родовое поведение, можно это назвать программой, можно это назвать кармой, как угодно. Ребят, это все убирается элементарно. Это убирается, просто садитесь, разговариваете, вытаскиваете, и тут же понимаете, вот для чего это было сделано так. А нужно ли сейчас тебе это делать? Ты сейчас это делаешь, чтобы что? И тут сразу же приходят ответы. Моментально. Не делайте из этого какое-то вот мифическое, непонятно какое. О, это родовая программа, которую нужно прорабатывать, чтобы ее проработать, нужно порвать 28 бубнов, спалить там 3 леса и перепрыгнуть через 8 костров. Не так это делается. Ну, по крайней мере, если вам так хочется, если вы любите вот эту ритуальность, то, пожалуйста, почему нет? Это своеобразная игра. Ну, в принципе, все просто. Вы это понимаете, достаете, отвечаете себе на вопросы, и в вашей жизни больше этого нет, потому что это вам больше не интересно. В вашей жизни существует только то, на что вы тратите свое внимание, что вам интересно. Если вам интересно играться с едой, вы с ней будете играться, вот пока не наиграетесь. Если вам будет интересно в другие игры играть, то про эту игру вы забудете. Понаблюдайте за детьми. Они играют в одну игру, пока им интересно. Им дали другую игрушку, другая игрушка их заинтересовала больше, про то они уже не вспомнят. Вы можете ее убрать, для них она больше не будет существовать, пока они не наиграются вот этой, которая им интересна. И во взрослой жизни то же самое. Вы играете только в то, что вам интересно. И если вас давит еда, либо не еда, это ваша игра. И вы в нее пытаетесь запихнуть максимум людей, потому что одному вам не интересно в нее играть. Одному перед кем вы будете играть? Вы посмотрите на людей, которые остаются тотально одни. Я имею в виду не то, что у них нет друзей, они сидят перед телевизором, да? А я говорю, действительно, когда я работала в клинике, и там были люди, которых просто покидали все. Все родственники покидали. И когда он оставался полностью один. Вы думаете, в этом состоянии у него возникает вопрос, ну, сейчас бы чего-нибудь вкусненького такого? Нет. Эта игра становится неинтересна. Игра в еду – это всегда только социальная игра. Только социальная игра. Пока вы находитесь в социуме, вы в нее играете. Как только вы возвращаетесь к себе, а ты есть один в этом мире, больше кроме тебя не существует никого. И когда ты это осознаешь, тебе становится неинтересно играть в нее. Эта игра становится уже мала для тебя. Ты вышел из рамок социального мира. Перед кем ее играть? Посмотрите, люди, которые остаются в больницах одни. Они хотят кушать? Они кушают? Нет. У них начинается другое восприятие себя. А себя мы не принимаем через еду. Мы себя не можем осознать через еду, либо через не еду. Ребят, еда и не еда – это одно и то же. Это одна и та же игра. Кукла-мальчик или кукла-девочка – это одна и та же кукла. И только когда вам неинтересно играть в куклы, вы выходите на что-то другое, например, кататься на велосипеде. Все куклы для вас больше неинтересны. Не важно, какие они были, во что они были одеты. Не важно, были они маленькие, коричневые, белые, синие, красные. Это больше не имеет значения. У вас начинается другой этап вашего развития, вашего взросления. И здесь то же самое. Вы играете, пока вы идентифицируете себя через общество. Вы играете в еду, в зажоры, в голодание. Пока вы видите себя через другого, через друзей. А вот этот мне друг. Он мне столько-то всего сказал. А этот не друг. Он меня обманул. Невозможно никого обмануть никогда, когда вы повернуты к себе. И только когда вы обретаете себя, вам больше неинтересны социальные игры. Вы идете дальше. Ребята, я не буду зачитывать вопросы, которые... которые требуют консультации как личной. Это как бы не тема эфира. Присоединяйтесь. У нас же марафон идет 21-дневный. Присоединяйтесь к нему. Мы там отвечаем каждый день. Я в 10 часов отвечаю на вопросы ребят. Абсолютно разные вопросы. Если тянет там, тянет здесь. Как быть вот тут? Как выходить? Как приходить? Как выходить? Как выходить? Все отвечаю. Если интересно, у нас есть клуб, в котором мы тоже... это клуб, это моя отдушина. Это когда у меня приходит... Сейчас пока марафон, много эфиров, пока туда особо не захожу. А так, это моя отдушина. Когда у меня приходят новые мысли, новые идеи, я в первую очередь делюсь там с ребятами. Поэтому присоединяйтесь куда хотите. Приезжайте на ретрит. И там мы разберем все, что есть, все, что вы видите. Я вас, ребят, благодарю. Рассказала свои мысли, как я это вижу. Если кого-то интересует, то присоединяйтесь, присоединяйтесь в клубы, присоединяйтесь в марафоны. И будем с вами общаться долго-долго-долго. Я вас всех благодарю за вопросы. Обнимаю крепко-крепко. Буду завершать эфир. Спасибо большое.